В последний день праздника Театральная площадь Славенска стала самой большой в районе презентационной площадкой учреждений дополнительного образования. Здесь был организован так называемый детский день, на котором ребята могли узнать о том, чему учат в районных кружках и станциях. А родители получат в свою очередь информацию об этих учреждениях. О красивом детском празднике наш следующий материал. За год существования скалодрома в Славенском сельскохозяйственном техникуме Герман Юрьевич, пяти лет от роду, пожалуй, самый юный скалолаз, пытавшийся покорить искусственную гору. В рамках празднования Дня района она стала одним из самых востребованных аттракционов и стояла первая очередь выставочных стендов – учреждений дополнительного образования, установленных по улице Красной. Герман Юрьевич, расскажи, чем ты занимался сейчас? Залезал наверх. Еще полезешь? Обязательно полезу. Дети спускались со скалодрома немного задачными, растерянными и чересчур сосредоточенными после получения такого уникального опыта. Очень понравилось. Я боюсь высоты и очень прикольно. Не меньший ажиотаж царил и околоконтактного зверинца, который прямо на газоне организовали сотрудники станции юных натуралистов. Здесь дети не просто могли погладить кролика или черепаху, но и показать свою эрудицию в интересной викторине, которую проводили педагоги станции. Педагоги юнатов считают подобные выставки очень эффективными. Помогают вообще соединять детей, людей и взрослых, и маленьких с живой природой. Потому что после таких посещений родители приводят детей к нам. У нас контактный, скажем так, зверинец, как и здесь, так и в живом уголке. И чем ближе мы находимся с природой, тем это только на пользу всем. Чтобы привлечь внимание детей, им нужно дать самим попробовать сделать что-то, прикоснуться руками. Музейная выставка становится намного интереснее, если взять в руки рубель и самому попробовать погладить белье так, как это делали в старину. Интерес к военной подготовке будет больше, если дать подержать в руках почти настоящее оружие, дать посмотреть, как оно устроено и сфотографироваться с ним. Организаторы выставки постарались учесть интересы всех детей. Здесь было всё – от столов для любителей игры в шахматы до модников, желающих разукрасить свои лица аквагримом. Центр развития детского творчества «Жар-птица» сделал выставку из работ своих учеников. Очень содержательная выставка, особенно Центр развития творчества. Все подделки, всё, чем детки заняты, всё, чем они занимаются, всё выставлено в выставке. Переодевшись в сказочных героев, детскую развлекательную площадку организовали студенты славянского филиала КубГУ. А учащиеся электротехнологического техникума показали мастер-класс по отделочным работам современными материалами. Эти умения позволяют учащимся техникума успешно выступать на набирающем популярность в мировом фестивале рабочих профессий WorldSkills. Центральная площадка перед ДК превратилась в демонстрационную спортивную площадку, где каждый мог не просто посмотреть на результаты наших спортсменов, но и почувствовать себя игроком большой спортивной команды славянского района. Традиционные полюбившиеся всем аттракционы – семейного выходного, коллективная лыжня, борьба в костюмах и бой подушками – пользовались спросом у ребят. А всё это время на прекрасной сцене, поставленной ко дню района, своё творчество показывали детские коллективы города. Порядка 20 детских творческих коллективов сменяли друг друга. В выставке же принимали участие порядка 25 учреждений доп. образования. Более 20 станций организовывали развлечения для детворы. Придя на праздник, каждый мог провести время интересной и с пользой. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».